Я хочу предложить три сделать разные открытки. Одна открытка будет вот с использованием самодельной бумаги. Я ее еще раз показываю, какая она бывает. Вот она может быть пестрая, может быть гладкая, может быть толстая, может быть тонкая. И мы будем использовать уже заготовленные мною, так как времени у нас не слишком много, заготовки для яиц. Вот в этой открытке пасхальные яйца будут сделаны из самодельной бумаги. Я уже таких заготовочек много-много нарезала, и вы все сможете здесь выбрать все, что вам по цвету подходит, порыться. И технология у нас будет такая. Мы возьмем сначала лист цветной бумаги. Это может быть не обязательно красная бумага, это может быть бумага любого цвета. Сиреневая, розовая, желтая, голубая, кому какая нравится. Потом мы будем использовать нарезанную вот такими тоненькими полосочками бумагу оберточную, которая у нас будет имитировать то ли сено, то ли корзиночку, травку, на которой будут лежать наши яйца. И клеится она клеющим карандашом. Если у кого-то нет, я вам дам. Это будет наша первая открытка. Когда открытка сделана, то ее еще можно наклеить на такую вот двойную подложку, чтобы, поздравляя с Пасхой, можно было там что-то написать, поздравление, и чтобы она могла еще вот так вот стоять. Но клеить уже это вы наклеите сами. Вот так вот. Это наша будет первая открытка. Вторая открытка у нас уже будет с использованием также тех же вырезанных яиц из самодельной бумаги, но еще с использованием трафарета и гуаши. Значит, чуть-чуть... А, ну давайте в таком порядке. Значит, здесь мы используем уже готовый трафарет. Я вот принесла такие бумажные салфетки. И бумажную салфетку можно будет наложить на белую заготовленную вами открытку. И вот так вот кисточкой сухой проторцевать. Так что красная краска попадет внутрь и вот на эту часть открытки. Когда вы снимете, то у вас получится примерно вот такая вот композиция. Вот. Я вам предлагаю горизонтальный вариант, когда мы сзади еще рисуем свечки и сюда наклеиваем яйца. Ну, еще, естественно, на яйцах можно будет сделать разные надписи или узоры гелевыми ручками. Гелевые ручки я вам тоже принесла. Вот. Есть второй вариант вертикальный. Видите, вот с куличиком. Вот здесь можно написать «Христос воскрес!» тоже сделать яйца. Ну, кто какой захочет. По времени, видимо, два мы не успеваем, только какой-то один. Вот. Это у нас будет вторая открытка. А третья открытка, она будет в виде пасхального яйца, которое мы вырежем. И оно, вот здесь у меня заготовочки еще не вырезаны, мы доделаем. Оно будет двустороннее. То есть у него будет с одной стороны так, с другой так. Оно будет вырезано. В нем будет дырочка и веревочка. И вот для изготовления этого яйца, вот здесь могут быть разные сюжеты, может быть узор тоже. Мы будем использовать технику, которую я не знаю умного названия для этой техники, но я ее называю «сухая кисть». Мы будем брать… Можно вот, Екатерина, попроси мне одну кисточку? Ага. Да. Мы будем брать вот такие щетинные кисточки. Это средняя щетина, не самая жесткая, вот не та, которая для клея, но достаточно упругая. Мы будем ее макать в гуашь, в гуашь, который у нас вот на палитре, так, чтобы кисточка была сухая. Мы ее в воду не мочим, поэтому для каждого цвета мы будем брать свою кисть. И они у нас будут так вот несколько кистей лежать. И накладывая на вот такую белую бумажку трафарет, который я принесла, вот он трафарет, где-то тут были бумажки. Сейчас найдем, какой из коробочек. А вот они у меня лежат. Вот так вот вы берете бумажку, вы накладываете трафарет, и потом вы сухой кистью вот так вот по краешку будете торцевать, так, чтобы внутри яйца может остаться светленькое, а краешек самый более темненький по несколько раз. Или вот вариант вот такой. Вот, когда вы это сделаете, то вы снимете трафарет, потом вы вырежете яйцо. Пока вы его вырежете, оно уже успеет высохнуть, потому что кисть сухая, гуашь сухая. Потом вы его перевернете, и с другой стороны уже яйцо будет в размер, поэтому нам уже трафарет класть не надо будет. Мы положим только это на чистую бумагу, на подложку наше яйцо, и вот так же его отторцуем. Вот, у нас получится яйцо вот не две штучки, как здесь, а на одной бумажке оно двустороннее. И дальше мы на каждой стороне сможем делать свой узор. Значит, мы сможем сделать, вот у меня здесь коробочка с разными интересными трафаретами. Здесь где-то был куличик, не вижу его сразу. Не видно вам куличика вырезать? Вот он, все, я вижу, вот он. Видите, вот, значит, вы можете положить вот такой трафарет на яйцо, и взять краску для бежевую, сделать куличик, коричневую сделать свечечку, и он у вас вот здесь вот так пропечатается. И дальше тоненькой кисточкой можно подрисовать вот здесь беленьким, там, огонечек и буквы. Вот. На оборотной стороне я предлагаю сделать церковь, то есть вот то белое, что мы оставляем, когда торцуем, оно вот уже в виде здания церкви, да? Потом его можно будет гелевой ручкой вот так обвести, а на купол я предлагаю приклеить кусочек желтенький. Вот у меня тут много разных уже самодельной бумаги, то есть вы можете выбрать себе кусочек вот желтенький, и делая купол, вы его прямо вот из бумажки сюда приклеите. Вот. А крест можно напечатать, там есть вырезанные трафареты. Вот. И есть третий вариант яйца, когда вы берете вот так же белую бумажку, накладываете на нее вот этот трафарет, а дальше я вам покажу, как вырезать трафарет, чтобы у вас напечаталось вот такое вот яйцо, видите, вот, с узорами. Если кто-то хочет, вот, ну, здесь у меня есть образец такого трафарета, ну, я это уже отдельно буду по ходу дела показывать, если кто-то из вас хочет это сделать. Это вот так он накладывается и двигается. Вот. И это яйцо можно сделать с узорами, ну, со всех сторон. Можно тут еще какие-то точки поставить. Вот. Как делать дырочку тоже покажу. Вот. А еще скажу вам два слова вот про эту замечательную технику, но я надеюсь, что у нас будет отдельный мастер-класс про нее. Вот. Техника сухая кисть. Я принесла вам просто показать образцы. Ну, здесь у нас в яйце понятно, что мы это используем, ну, здесь маленькая форма, но, в принципе, можно делать вот зимняя открытка, сделанная в этой технике с использованием трафарета. Вот картинка сделанная в этой же технике. Это вот подложка под такую картину там с деревьями и с городом. Ну, как бы стадия средней работы. Вот. Вот здесь видно, что трафареты бывают внутренние и внешние. Видите, вот здесь трафарет внутренний, он набит звездочкой, а здесь, наоборот, звездочка лежала и набита снаружи. Да, то есть, звездочка остается белой. Вот. Также в этой технике вот можно делать очень разные интересные мазки. Вот на этой картинке это видно. Видите, в зависимости от того, насколько, какое у вас количество краски на кисточке, то разный получается мазок. Вот более мокрый, вот здесь он такой сливающийся, здесь как вата такой вот пушистый, здесь тоже пушистый, но более насыщенный. И за счет этого можно делать вот и пейзажи, и картины, используя вот эти разные мазки. Вот здесь еще у меня есть, видите, зимние, с помощью трафаретов сделаны набивные элементы, да, показать. Вот картинка сделана травки нарисованной кисточкой, а вот сугробы как раз сделаны вот в технике сухая кисть. Вот здесь тоже видны разные мазки, какие получаются, а здесь вот цветной вариант, видите, то есть очень много возможностей. В принципе, на нашем медицине мы тоже можем этого использовать, но просто вряд ли у нас сегодня хватит времени, чтобы, ну так вот прям полностью это все попробовать. Но, может быть, когда-нибудь будет отдельный мастер-класс, и тогда мы его освоим. И она очень хороша, эта техника в работе с детьми, если там в больницах или где-то, потому что она, во-первых, она снимает тревогу, во-вторых, она дает очень много разных возможностей фантазирования. И даже те дети, которые очень мало могут, если вы приносите трафареты, то у них появляется очень много возможностей. И она не требует вот то, что кисть сухая, да, то есть она достаточно экологично не требует больших ресурсов. Вот, ну мы можем приступить, да, хорошо? Да, давайте, значит, вот здесь, давайте первую какую? Давайте первую сделаем вот из соломок, хорошо? Значит, вы берете они разных цветов, вы себе разных цветов подойдите тогда, или давайте я вас обойду. Это наши веревочки для яиц. Нет, а вот если у вас согнуты, вы прямо делаете на ней, и все. Вот прямо вот так вот делаете, и все. Значит, вы набираете себе разных вот таких штучек, складываете их здесь в кучку, мажете середочку клеем. Пожалуйста, кто хочет не середочку, ради бога. У меня, я вам предлагала вот композицию такую, ну что это типа корзинки или тоже такой овал. И клеите их вот так вот, смотрите, вы их берете целиком, вот так на наклеенное делу, и вот так прижимаете. Тогда у вас нижний слой приклеивается, а верхний остается, ну, создает такую пышность. Клей, Светлана, надо вон там. Да? Ну, хорошо. Да, вот так, вот технология такая, да, чтобы получилось. Вот, и края уже, если где-то, ну, совсем не держите, то вы так вот чуть-чуть оттопариваете, и там себе подмасываете. Отлично, да, и эти вы можете уже как-то себе... Отлично, да, теперь вы можете набрать себе вот разных, тут есть совсем разных оттенков, и их покомпоновать, положить как бы в первый ряд, во второй, как вы захотите. Значит, сначала надо набрать вот этих соломок, чтобы они лучше клеились, их вот так вот хорошенько, вот так вот, и здесь это сначала спланировать, как это будет лежать, а потом сдвинуть, вот все помазать и одним махом придавить. Вот можно, да, разных цветов. Это, знаете, это оберточная бумага, иногда обувь такую заворачивает. Упаковочная, оберточная, она такая немножко... И нарезанная тоненькими вот такими штучками. Да. Не-не, хорошо, оно будет пышно смотреться, конечно. Вот, дальше вот... Да, дальше вот так вот это сдвигается. Вы вот это все быстро мажете, чтобы не высох, да? А потом это все туда накладываете. То есть вот по форме, вот как она есть, да? То есть получается вот так вот. Отлично, да. Очень празднично, да. Замечательно. И сейчас доделаем, и начнем все вместе другую, да? И прямо вот так вот, с силой, можно туда. Значит, здесь есть... Вот примерно так, да. Только, да, есть еще вот эта, потому что она у вас запачкается, когда вы будете ее набивать. Вы же тут будете тоже набивать. Вот показываю, как это у нас происходит. Сейчас, смотрите. Значит, мы берем красную краску, кладем ее на палитру. Обязательно надо попробовать. Вот так вот попробовать, вот что получается. Не должно быть очень мокро, потому что если будет сильно мокро, то оно затечет под трафарет. Дальше мы совершенно железно прижимаем, и больше мы это не двигаем. Лидия, вы чуть-чуть поглядываете, да? Значит, должно быть вот так вот, не сильно мокро, не должно быть воды. Вот. И дальше мы держим железно, чтобы не сдвигать. И начинаем вот с этого края. Вот когда кисточка становится сухая, мы снова без воды макаем ее в нашу краску. Видите, что там получается? Когда краски не хватает, мы берем опять в краску сюда. Вот. Сейчас я вот этот краешек сделаю, Екатерина, а дальше вы будете сами. И дальше вы вот заходите сюда. И сначала делайте это. Но рука левая у вас лежит, не двигаясь. И потом вы также доделываете ту часть. Вот вы можете как бы заслужить. В крайнем случае мы можем делать вот. Вот здесь, не ваша кисточка, я вам сюда сделаю. Если у вас очень сухо, вы чуть-чуть сюда подмакиваете. Не в банку с водой. Если очень сухо, Лидия, смотрите, вот так вот. Другой кистью вы вот здесь сделаете себе влажно. И если сухо, то подмакиваете. Да. В принципе, можно губкой, но кистями лучше. Потому что губка должна быть как-то сильно отжата. А кроме того, губка большая, а здесь маленькие дырочки, и они гораздо лучше торцуются кистью. Вот. И теперь у нас последняя стадия. Сюда подобрать яйца. Опять те же. Сначала разложить, придумать как. И приклеить. А и приклеить так, как вам нравится. И дальше, если слабо жать на кисть, смотрите, как получается. Если сильнее, то вот как. А если еще сильнее, то вот как. Значит, вы выбираете, держите уже, да? Вот вы идете сначала по краю, но сначала слабенько. Не сильно нажимая. Можно еще вот так вот, чтобы кисть просушилась. Вот. Вот так вот уже хорошо. А потом к центру вы делаете слабее, слабее, слабее. А, понятно. Да? То есть край вы чуть больше нажимаете. Ух ты. Течет. Да, да. И прям залезай на трафарет. Да, 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 да. Угу. А вот, вот, а середка вы слабее делаете. Во-во-во-во-во-во. И он слабеет, получается, более нежный. Вот тут кусочка не хватило, я не сделала. Ага. И вот смотрите, вы можете, ага. Можно вот так вот придерживая, посмотреть, что получилось, чтобы видно. Да. Понятно. На самом деле, можно добавить другие цвета, если хочется. Важно, когда штампуем, получается у нас что? То, что мы держим фон, и мы кисть двигаем вертикально, перпендикулярно столу, и кисть должна быть сухая. Это вот узор, да? Это вот такое, чтобы получилось. Угу. Нет, ну то, что контур даже красивый, когда он смазан, ну просто вы не можете сейчас двигать дальше, потому что можно... Ой, простите, пожалуйста, можно же двигать дальше? А, вам только три, да? Все, тогда не страшно. Подписывать или сейчас? Главное, что... Ну, сейчас можно все, как надо. Теперь вот так вот это снимаете, вот так вот сюда, и так сверху, так-так-так-так-так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok